Сок Книгу в руки ближнего, открывая ему фонтан вечной жизни. Книги имеют очень большую силу и влияние. В свое время посетители библиотеки Британского музея смеялись над человеком, который тратил много времени, читая и конспектируя Гегеля. Приходил они человек, и они посмеивались. Ну чем-то занимается. Ну это был интерес какой-то изучать Гегеля. А знаете, кто был этим человеком? Маркс. И это все было не напрасно. В результате была Европа, да и весь мир был потрясен. Человек просто конспектировал Гегеля. А чем он там занимается? Книги имеют силу. Не только Гегеля, он другими занимался. В результате он написал свои труды, и труды потрясли мир. К сожалению, много плохого произошло в конце концов из этих трудов. Но это имело силу. Можно взять хороший пример. Комментарий Лютера на послание к римлянам, вернее даже не комментарий, а введение в комментарий преобразило Джона Весли. Джон Весли читал введение Мартина Лютера в комментарии послания к римлянам. И это изменило его. А в свою очередь Джон Весли изменил многих других людей. И хорошие книги, конечно, открывают горизонты новые совсем, новые познания, расширяют наш словарь, примеры дают, стиль проповеди помогают улучшить. Правда, есть одна проблема, что иногда проповедник может начитаться много книг, и его язык станет непонятным. Это тоже проблема, когда читаешь умные книги, и чем выше слог, сложнее, то тогда становится язык соответствующий, проповедник может выглядеть таким высокообразованным, умным, произносить. Мы говорили слова как эсхатологи или атрибуты, аорист и так далее, и люди перестанут понимать его. В этом есть проблема. Но, с другой стороны, если проповедник имеет ограниченный лексикон, он будет оставаться позади своих слушателей. Останется. В последнее время в нашей церкви пришло немало образованных людей. Вот я как-то заехал в одну церковь районного центра, и одна сестра подошла ко мне после собрания и так жаловалась. Говорит, хочется послушать не то, что глубокую проповедь, а хотя бы красиво, ясно изложенную, хорошим языком. Говорит, иногда даже этого не хватает. Уже не говоря о глубине, но просто ясности, четкости, глубокую проповедь. Чтобы так излагать, надо что? Учиться много? Учиться, учиться и учиться. Чтобы так излагать, надо что? Много книг появилось в последнее время. Вот я даже в вашей библиотеке, да вы все это не перечитаете за жизнь. Даже то, что здесь есть. Не так много книг, по сути дела, если сравнить с хорошей американской, сколько в Трините там, наверное, будет, там будет сотни тысяч, наверное, там чуть ли не миллионы. В этих, да, в семинариях, в американских университетах там до миллиона, может быть, до миллиона экземпляров, может быть, несколько этажей библиотека. И ты заходишь и не знаешь, как это все прочитать. Ну, и тем более, что читать утомительно для тела. Помните, экклесиаст об этом говорил. И не только для тела можно утомить свой ум, можно утомить свою душу, свой дух. Поэтому важно не сколько ты прочитал, а как ты читаешь. Потому что не все приносит пользу. Герберт Спенсер когда-то говорил, что если бы он читал так много, как другие люди, он тоже знал бы так мало, как они. То есть суть не в том, чтобы прочитать много, чтобы быть в курсе всех вещей, чтобы все подряд читать. Это не принесет пользы. Суть в том, чтобы прочитать то, что нужно прочитать. Это не принесет. Важно, некоторые книги нужны для того, чтобы читать. Та же литература периодической печати, она для чего нужна? Чтобы просмотреть. Ну, какая-то статья остановиться, а в целом просмотреть. Вот некоторые книги просто просмотреть. Некоторые надо проглотить. А некоторые надо жевать, жевать и жевать. А потом есть разница у людей. Спержин, например, когда читал, он схватывал содержание книги буквально с одного взгляда и прекрасно запоминал прочитанное. За неделю Спержин прочитывал больше пяти трудных книг. За неделю. У него была библиотека личная, где-то 12 тысяч томов. И говорят, что он мог найти в темноте любую книгу. 12 тысяч книг. И в темноте он знал, где какая книга стоит, что где написано. И так много читал. Весли прочитывал примерно 100 книг каждый год. 100 книг. Сколько вы примерно за год прочитываете? Некоторые из вас прочитывают минимум 66, если библию прочитывают сначала до конца. Бытие исходливит числа 66 книг. Вы почти догнали Весли. Есть мысли? Ну, 2-3, кроме библии, я имею в виду, прочитываете. Но у вас же задание еще есть, по курсам вам задают что-то. Это тоже вас стимулирует. Ну, по крайней мере, неплохо где-то хотя бы в месяц, там, в 2 месяца прочитать какую-то книгу. Но книги надо уметь читать. Джеймс Брага писал, что изучение книг искусства и самым главным препятствием в этом деле является мнение людей, что они знают, как читать. И из этого они не получают какого-то благословения. Они просто считают, что если они умеют читать, значит они знают, как читать. На самом деле это не так. Уметь читать это еще не все. Надо знать, как это читать. И хорошие книги, ну а плохие читать ясно не следует, хорошие книги надо читать внимательно, надо читать медленно, надо читать с листочком и карандашом. Я говорил вам, да, вот вы берете с собой какой-то листочек или диктофон, вот прочитали, о, мысль отметили, отметили, я обычно отмечаю. Я иду дальше, обычно не останавливаюсь, но отмечаю что-то, а потом дальше, дальше, а потом возвращаюсь опять к книге и прохожу уже по всем этим отмеченным местам. Эта мысль мне нравится, надо ее внести. Это будет пример для проповеди, одной из следующих проповедей, это для той серии, это туда, это туда, вот, а это где-то отметить в своем индексе и так далее. И лучше медленнее, лучше меньше, но намного больше нам принесет. Читаем, мы отмечаем какие-то мысли, факты, примеры, которые могут быть полезными. Можно снова переписать, перепечатать, сканировать, там, классифицировать и так далее, складывать в папочки, возвращаться к книгам, переписывать и так далее, и так далее. То есть, ну, максимальную пользу получить из чтения книги. Медленно, читать, читать и читать. Но есть разные литературы, есть литературы, которые достаточно одного раза прочитать и получить общую информацию. Есть книги, которые можно перечитывать вновь и вновь. И мне вообще книги давать нельзя, я книги мараю, то есть я подчеркиваю на странице. Мне вообще книги давать нельзя, но с другой стороны, мне так. Не, ну я делаю тоже, но я карандашом, а потом стираю, когда, ну, смотря, если это моя книга, это одно дело. Вот если я еще взял в библиотеке, я карандашиком, а потом с резиночкой уже просматриваю и отмечаю себе, и это проблема, да. Я карандашом тоже не ручкой. Я первую библию замарал очень сильно, у меня была первая библия настолько вся, разными цветами, крестики ставил, там, буквы какие-то разными цвета. Недавно слышал по поводу прочитанного и написанного. Важно, конечно, то, что написано, но гораздо важнее те образы, которые рождают написанное. То есть иногда читаешь повествовательную историю, а образы рождаются совершенно другие. Понимаешь, что имел в виду, автор рассказывает ту или другую историю, какая глубина мысли там была. И, может быть, в этом случае не обязательно там подчеркивать, а важно зафиксировать ту идею, которая есть. Здесь вот преимущество чтения перед просмотром, скажем, фильмов. Фильмы человека, фильмы нуждаются в пассивном, слушайте, зрителе. То есть человек должен взять кружку пива, сесть в мягкое кресло, ну и просто расслабляться. Но обычно вот для этого предназначены фильмы, чтобы человек ничего не думал. Или там ел попкорн, пил кока-колу и далее. Книги требуют размышления. Вот книги тяжелее. Но они стимулируют море. Книги развивают обычно. Ну есть, может быть, отдельные какие-то философские фильмы, которые заставляют думать, спорить с чем-то. Но обычно фильмы не предназначены для того, чтобы развивать. А вот книги, хорошие книги, они рождают мысли в нас. Мы продумываем, мы воображаем себе. Почему детям полезно читать? Дети, можно просмотреть там фильм про хоббитов что-то, а можно прочитать, только еда там хоббит. И ребенок рисует картины. А как выглядел этот гном? А как выглядел этот хоббит? И он себе это представляет. И это развивает сам мозг. Это очень хорошая идея, да. Образы. Фильм, то есть книги заставляют рисовать образы. Вот чем они полезнее, намного полезнее. Очень разумно. Кто-то еще читает? Вообще, наверное, сам интересен тот факт, что Бог для передачи своего пророчества избрал книгу. В принципе, мог бы избрать, может быть, какие-то образы, еще что-то, какую-то... Книгу. Книжное предание, ну вот, все-таки книга. Угу, важность книги. Сказать, Бог благословил этот способ передачи информации. Угу, запись записывал. Даже своим перстоп кое-что писал Бог. На разных материалах, разной виды, но тем не менее, оно дошло до нас. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok